всем приветик я пришла в больницу у меня сегодня операция приехала в рай в какой она у нас республиканская больница на дневной стационар масочка поднимаюсь и у нас тационар у меня в горле пересохла потому что я не ем и не пью так поедем лифте давайте мне придется телефон выключить потому что у меня тест на ковид в телефоне давайте всем до связи встречаемся позже тут в очередь я отдала свое письмо ставите написано адмишин офис запахалась пока поднималась медсестра взяла письма сейчас будут нас оформлять пока жду покажу вам быстренько здесь отделение женщина заходит просто так не зайдешь на карточку дневном стационаре делают обычно такие знаете небольшие операции ухо горло нос глазные пластические такие какие-то обследования здесь работа много много лет назад здесь начинал работать теперь с этой стороны пациентка ребят дали мне баночку чтобы сделать тест на беременность представляете 57 лет я урожала согревать точно надо это делать медсестра студентка пошла узнавать померили давление записали все ну что девочки лежу жду дали вот такие носочки чтобы это компрессионные носки подписала согласие на операцию короче говоря полет идет нормально пока ну вот я всем приветик пишу все померили измерили взвесили сделали картиограмму надеюсь что скоро кстати вот посмотрите за нарезки вот такая вот небольшая так скажем место койка места моя сумка коечка и занавесками кровать отделена от всех остальных то есть я понимаю что вы наверное слышите все что говорят люди вокруг потом вам покажу для сравнения час на больницу нашу буквально смотрите я вытянула ногу вот она занавеска вот здесь сколько места то есть посмотрите кушетка и стул все больше места нет слышите как здесь шумно да то есть слышно все что люди говорят рядом кто-то пахтит стонет там медсестры болтают там вообще непонятно кто мужской голос разговаривает короче ну так как то уже двенадцать час я приехала к восьми сюда ни слуха ни духа ждем пока ждем я все еще здесь все еще жду очень шумно здесь поэтому не знаю слышно вам будет или нет подошли ко мне уже три разных доктора первому первый попросил подписать разрешение на операцию второй задавал вопросы всякие по медицинской истории она у нас такое третья молодая совсем девочка подошла видимо интерн я так понимаю подошла сделала кардиограмму вот ответили кое на какие вопросы ну конечно на все вопросы они ответить не смогли поэтому я попросила встретиться с хирургом наверно увижу его прямо в операционную пару вопросов еще есть к нему это не частная больница это больница государственная поэтому я точно не знаю буду ли я сама платить или страховка будет платить вот и и вообще буду ли я платить в государственной больнице я потому что хирург который будет не оперировать в нашей больнице не делает операцию под ну все ребята я вернулась мне знакомые принесли кофе сразу вручили тостом накормили меня сижу читаю книжку здесь тоже бесплатный интернет в этом же я отделение просто вот здесь немножко чуть побольше местом очень жалко что нельзя было там снимать в операционной хотела вам показать операционные но предбанник скажем так там такое классное местечко для детей было с игрушками с раскрасками но чтобы эти были детей отвлекать и там же есть такое место где делают блоки то есть приедать перед операцией делают блокирует нервы для обезболивания и это обезболивание длится 24 часа представляете то есть и во время операции пациент полик комфортен да то есть меньше нужно обезболивающих и особенно после операции нужно гораздо меньше обезболивающих то есть ну короче пациент намного более комфортен но там к сожалению ничего нельзя было снимать поэтому не смогла с хирургом встретилась до еще до операции ответил на все мои вопросы в общем все прошло нормально спасибо всем девочки кто переживает все хорошо ничего особенного ничего страшного все нормально вот так что я жду дамика сейчас насколько 15 минут 5 через полтора часа примерно сказали в 6 пол шестого уже можно будет уходить немножко кружится голова у меня от обезболивающих поэтому сейчас вот кофейку попью еще может быть от того что я это самое голодала даже воду не пила получилось более сколько почти 20 часов 19 с копейками почти 20 получилось не принесли кофейку еще смотрите девчонки правда вот такой кофе обыкновенный из пакетика вот с печенюшкой вниманием не обделена я должна вам сказать все приходят спрашивать все хорошо обезболивающие предлагаются давление меряют все нормально приятно приятно конечно ко всем больным относятся очень хорошо смотрю постоянно подходят спрашивают все в общем вот она я вот все хорошо все пошло все нормально встретила там знакомых со всеми поболтала все поздоровались конечно сижу пью кофе лежу точнее читаю книжку и жду когда меня заберут домой да все ребята уходим домой